сначала вот вы смотрите как выглядит это сами вот фигура сделанная моя да вот тоже трехмерный да а вот смотрите какой эффект камера надыхает да внимательно внимание аватар аватар в прямом эфире как живой гонопольский на нашей планете пандора происходят разные чудеса да пандора сегодня открылась сыграла в ящик да пандора вот и рассказывай как сегодня было наконец-то все есть трансляции есть трансляции плюс семь девятьсот восемьдесят девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять это смс 363-3659 телефон будет широко глубоко открыт да значит я скажу коротко знаешь много я видел чудовищ много из людей поступком которых я удивляюсь но то что я увидел сегодня конечно я видел в первый раз ну что ты хочешь обидеть убежденных людей я ограничен так сказать то что суд идет да сегодня ну вернее сегодня были только ходатайства и так далее я напомню это по поводу моей фразы которую я сказал в программе что кровавый людоед подписал указ о возможности расстрела детей с 12-летнего возраста радиостанция естественно потому что мы не говорим фуфло радиостанция раздобыла документы эти документы не держала в трусах а повесила их на сайт да чтобы смотрели но отказалась вы увидели да значит как я сегодня сказал вот этим господам адвокатам одному одним из них до одному из них я сказал вы в церковь ходите он сказал зачем я сказал идите молитесь сережа в зале сидят два адвоката 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 иначе слушай да ладно адвокаты еще раз сидят адвокаты и на черное говорят белое причем это же простой процесс документальный они же подали иск по поводу того что я сказал что он подписал указ мы показали документы что он подписал указ но не указ теперь они указ они слова не опровергают а слово указ они не опровергая все равно чего они опровергают послушай меня все открыто все можно увидеть все опубликовано президент медведев сказал уже политическую оценку пути путин поехал в катынь и даже не называя фамилии сталина потому что по всей видимости логично пресса презирает он назвал потом ну назвал потом назвал потом осудил этот режим стоят два человека и говорят этого не было причем я тебе скажу уровень аргументов знаешь вот тошноту просто вызывает вот действительно ребята может быть вам пойти помолиться знаешь какие аргументы ну ну аргументы обычные значит документы фальшивые это из госархива то что мы представим ну да мало это фальшивые документы госархив это фальшивые да хохма была невероятная венедиктов они сказали что мемориал это западная организация презрительно сказали о мемориале и так далее венедиктов принес регистрацию мемориала как российской общественной организации слышишь а и более того мемориал просто предоставил данные которые были сделаны межведомственной комиссии с участиями генералов фсб и так далее так далее я не буду все расшифровывать так сказать все на сайте есть не говорят это фальшивка то есть генералы фсб фальшивка межведомственная комиссия фальшивка шансов фальшивка пойми да то что они проиграют и то что это и не человеческая позиция то есть знаешь что самое главное вот послушай меня я понимаю что можно защищать убийцу у которого есть оправдание ну какое то понимаешь вот говорят нельзя простить но можно понять это какого же убийца какого-нибудь мне все равно до который руководствуется какие-то и какими-то идейными соображениями но пол пота и янг самрина очень трудно по заре да да я вдруг не имеет значения я не понимаю чего защищать что защищают эти люди я не понимаю тем более что они уже прочитали на нашем сайте те самые документы которые подтверждают да сталин лично не расстреливал как никто не рассматривать тех же самых то они тоже так же могут рассматривать как и мы даже не на сайте мало ли на мне плевать на это я тебе говорю что они видели безусловно эти документы они идут к процессу но и не нужно удостовериться в том ночью подписывал пиар сереже пиар дешевые вонючий пиар себя не себя вот просто мы вошли в процесс мы защищаемся мы выиграем или проиграем ты помнишь как это украли чайные ложки не украли но так сказать осадок остался или что там как эта фраза правильно говорится понимаешь в чем дело ни уму ни сердцу сидят два человека которые говорят что ничего не было что радиостанция эхо москвы и мемориал и все те кому жаль кто признает вот этих несчастных людей погибших кто вспомнил о них кто кто просто говорит что ну память же об этих людях она же должна кто-то должен сказать что они были несчастные жертвы и перед нами стоят два человека которые говорят не было сталинофобская и так далее я такого не видел в жизни вот почему я сказал иди и молись да замаливай грехи скажи мы подали на изгумацию зачем нам это надо что мы это сами если он не внук стали мы все свидание не от того приняли как нет если даже если даже он не внук сталина как мы просто мы хотим понимать с кем мы судимся кроме того я хочу тебе сказать что я горячо поддержал идею алексея и почему я объяснил это судье ты знаешь что такое интернет значит мы не понимаем это все серьезно или то есть я понимаю что судья очень серьезно мы ходим ищем документы но сидят люди которые ну вот к сожалению не могут достоверно доказать суду и нам что это действительно внук сталина ну все уже знают что там аллилуй его кое-что говорила и так далее понятно еще раз мы в это не лезем но послушай ты можешь себе представить что будет судебное заседание после чего в интернете появится ха-ха-ха как там не знаю такой заголовок например два шутника развели российский суд и развели радиостанцию эхо москвы а в газетах будет написано величайшая величайшая судебная афера там 21 века понимаешь ну ну извини меня мы слишком серьезно к этому относимся поэтому вполне логично да ради бога ну конечно я понимаю как то это сложно как это сталина великого оттуда вы выкапываете там полно живых родственников полно живых доказанных родственников почему нужно обязательно сталина выкапывать нам все равно мы предложили как вариант мы не ходим не ищем родственников мы позиция простая мы знаем что иск подал внук мы знаем что говорят об этом внуке мы к этому внуку с самым большим уважением не проблема внук защищает честь деда это но надо понять что это дед его а он внук деда я не буду сейчас пояснять нюансы которые не убеждают но но просто ну хотелось бы его так вот все таки понять что это за человек понимаешь а вот саша пишет матвей давайте мы помолимся за этих дураков их жалко тех жалко нет них не жалко хватит жалко хватит жалко когда вагонами возили целые нации вывозили кого жалеть время жалости закончилось все никакой жалости не будет будет процесс будут представлены доказательства некого жалеть людей которым не жалко невинно уничтожены жалости к ним никакой нет все слово толерантность к людоедам не подходит съели кука понимаешь матвей гонопольский и вы можете задавать вопросы плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять и телефон у нас работает пожалуйста звоните ради бога три шесть три три шесть пять девять если вы звоните не из москвы а из другого города даже из другой страны пожалуйста набирайте все соответствующие коды перед номером три шесть три три шесть пять девять мы продолжаем перехват пока изгнать да пока они набирают там чего-то уже набрать ну хорошо одну важную вещь тебе скажу ну скажу вот этот неизвестный джигашвили да который не является на суд тем не менее так сказать подал иск якобы и так далее и так далее я хочу тебе сказать что насколько я презираю этих двух адвокатов пишет намеренно не называю их фамилии да потому что это мое мнение я просто я имею право об этом сказать потому что защищать неправедное отстаивать убийцу это не невозможно нельзя жить в стране и делать вид что ничего этого не было это только они могут их интересы пусть они там занимаются а вот своим вот ради чего они это делают я хочу сказать другое тем не менее я невероятно признателен вот этому человеку похожего на внука сталина знаешь за что за что если бы он не подал этот иск мы никогда бы не затребовали тех документов секретных которые мы затребовали и эти чудовищные подписи значит товарища сталина главного там учителя или как там называли его да вот это вот чудовище понимаешь вот это вот не было бы ничего известно ничего известно и если в начале я-то знал об этом если в начале просто я сказал передачи что сталин это подписывал то теперь документы на сайте висят где видно как он подписывал его две подписи и его коррективы и то что он говорил ромэну ралану все теперь известно понимаешь это как все ты знаешь слушатели сегодня слушатели сегодня на сайте увидели посетители сайта говорит да чего вы мучаетесь там написано было в комментариях в записке вышинского знаешь которые он подает записки для политбюро разъяснение судам и трибуналам ты видел да прокурора но там смотри согласно вашему с большой буквы указанию да она правильно нет нет не подходит послушай меня вот этим пользуются адвокаты а что это сказал вышлинский а где указание мы нашли главные документы документы с подписью людоеда где он санкционирует он сам не убивал но он не возражает подписывает и разъясняет все висит на сайте нечего говорить телефон три шесть три три шесть пять девять алло добрый вечер на день к наушнике там дальше будет слышно алло здрасте как вас зовут откуда сергей ленинградская область город сословый год да вопрос на на польском я продолжение этой темы там оставление преступлениях вот хотел предложить наверное спросить я смс со временем управлял таким предложением после гибели президента польши и с нежеланием нашей прокуратуры за секретное дело кафинское может быть есть мысль организовать если это есть какое-то юридическое силу это сбор подписи может быть наехи про что просьба рассекретить скажем кафинское дело предоставить материалы сотни или десятки томов которые они там понятно понятно это понятно спасибо спасибо всего сто девятнадцать домов томов засекречены как совершенно справедливо сказал глава архивного агентства девяносто пять процентов важнейших документов там ты знаешь матвей там точно так же такая же цедулька подлинность которая доказана которая санкционирует это уничтожение этот расстрел а в сто девятнадцати томах там нюансы кто что где зачем как это происходило санкционирующий расстрел бумага есть точно так же давайте ближе к делу братцы алло добрый вечер алло доброй ночи да здрасте как вас зовут николай меня зовут откуда вы нам звоните из москвы давайте вопрос гонополь знаете ну тема очень интересная я сам русский немец так ирония судеб несколько лет назад вернулся опять в россию для того чтобы снова уехать впоследствии у меня тридцать седьмом году застрелили деда просто за то что у него нашли библию на немецком языке самое смешное в том что я написал через мемориал это нашел прислали приговор копию знаете самое смешное что фамилии тех людей которые его расстреливали так называемая тройка были заштрихованы я не исключаю возможность того что кто-то из них жив поэтому возникает вами знать поддержание темы да первое второе ну простите так случилось я боялся сказать что я немец иронии судеб потому что немцев и чеченов сталин выслал это мое отношение к этой персоне крайне негативно мне кажется что он находится в аду для человека верующий вот а по поводу тех криков которые раздаются в нашей стране в россии я имею ввиду да на предмет того что он великий если я в германии пройду и скажу хай гитлер меня посадят и будут правы потому что это был монстр сталин ничем не отличается от него поэтому мое глубокое убеждение что наша страна до тех пор не встанет с колена будет византии простите за бестактность пока здесь чтят одного и на красной площади лежит другой вот послушайте послушайте меня вот что я вам хочу сказать у нас же страна патерналистская да и все предыдущие 9 лет 10 лет власть в лице господина путина охраняла сталинский дух в стране как будто путин был братом стали вот как будто не вот этот таинственный евгений джугашвили был его братом как бы путин владимир владимирович но я вам хочу сказать то есть мне все равно зачем это путин делал я написал 500 комментариев что я не понимаю почему президент российской федерации он тогда был президентом зачем он волочит на себе и соответственно как президент на всем российском народе вот эту сталинскую кровь почему он не сбросит ее с себя но сейчас я вам хочу сказать будем объективны то есть можно сказать да он не так извинился он не то сказал вы знаете те слова которые сказал путин в катыни вы знаете те слова которые сказал медведев где в каком-то городе он был тоже он сказал там про это дело не слежу за этим что цари говорят хочу вам сказать другое это важнейшая история когда лидеры пусть по личному желанию пусть под нажимом не знаю чего может нам что-то Америка не продает может быть поправку Джексона Вейника я имею ввиду Алексея Венедиктова значит нам скостят или что мне все равно почему это сделали но то что если бы не погиб Качинский произошла бы историческая вещь я думаю что она произойдет с новым президентом это будет сделано так что это очевидно и я хочу вам и я хочу вам сказать что теперь вы не одиноки потому что в Бизантии о которой вы сказали вот в этой жуткой патерналистской стране где из-за того что ну так тяжело живется ну так бесправно бесправно так сословно вот о чем сегодня говорил Сергей Пархоменко и вдруг власть поворачивается к осуждению сталинизма заметьте не персоны Сталина а сталинизма они о Сталине даже не говорили сталинизм как фактор уничтожения собственного народа это дорогого стоит Матвей Гонопольский одно здесь не трогайте адвокатов они делают свое дело значит так я поправляю ты задни уши Матвей ты правильно выступаешь это не адвокаты это представители ИСЦА которые этот иск и инициировали как и многое другое это Мухин и Жура вы их слышали у нас на радиостанции Жураль все комментировал это представители ИСЦА это не те адвокаты которые по профессии защищают некоего осужденного это представители это публицисты и так далее чем они и занимаются на процессе я там пока не был я могу сказать я ничем не связан давайте мы сейчас прервемся а потом продолжим нашу программу перехват 22.30 в Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова здравствуйте тысячи авиарейсов отменены десятки аэропортов закрыты в Европе из-за облака пыли и пепла которое появилось в результате извержения вулкана в Исландии ситуация с воздушным сообщением в Европе вряд ли значительно изменится в течение ближайших 24 часов заявили в Евроконтроле аэропорты ряда стран будут закрыты до утра субботы в то же время воздушные ворота других государств наоборот только закроются а власти Финляндии объявили что запрет на коммерческие полеты продлен до воскресенья более 80 рейсов были отменены или отложены в московских аэропортах в Росгидромете утверждают что сегодня вечером облака пепла достигнет ряда городов центральной и северо-западной частей России количество жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100 человек спустя 72 часа после стихийного бедствия более 400 человек остаются пропавшими без вести почти 12 тысяч человек получили различные травмы состояние более тысячи раненых оценивается как тяжелое спасательные службы продолжают разбор завалов в регионе разрушенном землетрясением напомню что мощное землетрясение сила которого превышала 7 баллов по шкале Рихтера произошло в Китае рано утром по местному времени 14 апреля российская Минобороны подготовит предложение по облегчению доступа иностранных компаний к разработке российского шельфа об этом журналистам сообщил глава ведомства Юрий Трутнев сейчас право разрабатывать шельф имеют только российские госкомпании с опытом работы не менее пяти лет напоминает РИА Новости Несколько дней назад премьер Владимир Путин поручил федеральной антимонопольной службе представить предложение по совершенствованию законодательства об иностранных инвестициях глава ФАС Игорь Артемьев обещал доложить о результатах работы через две недели в российском центре подготовки космонавтов не работает половина авиа и автомобильной техники об этом журналистам рассказал глава центра Сергей Карикалев также по его словам которые приводят интерфакс с компьютеризацией и автоматизацией систем центра не все в порядке этому есть свое объяснение правила Минобороны запрещали создание компьютерных сетей свободный выход в интернет пояснил Карикалев другое дело тренажеры их состояние начальник центра оценивает как хорошее конечно они требуют модернизации потому что ракетно-космическая техника не стоит на месте добавил он Вашингтон разрабатывает секретные инструкции по обращению с захваченными террористами как пишет сегодня издание Лос-Анджелес Таймс в новом руководстве будет сокращена возможность внесудебного содержания подозреваемых под сторожей их допроса как пишет Лента.ру такие меры обусловлены тем что на сегодняшний день не существует ни одной инструкции которая бы регулировала обращение с подозреваемыми в терроризме это серьезно осложняет работу американских спецслужб и правоохранительных органов в конце вопска валюте курс доллара на завтра 29 рублей 3 копейки евро стоит 39 рублей 27 копеек а погоде завтра днем в Москве от 11 до 13 выше ноля облачно дожди Марина Максимова служба информации эхо москвы Матвей Гонопольский сегодняшние слушания в Красно... в Престинском суде он Престинский суд называется 17 мая будет заседание уже по существу Матвей Гонопольский на нем будет в Матвей Гонопольский Матвей Гонопольский на нем будет Матвей Гонопольский к счастью суд кстати суд по своей инициативе ну то есть он присчитал Гонопольского соответчиком по этому делу кстати да это для меня загадка я не знаю почему но раз суд так решил я просто суду благодарен только время покажет какой след в истории оставил Сталин и компания Владимир говорит вот хочу ответить Владимир значит послушайте меня Владимир у вас Владимир вам там иголки загоняли что вы такое несете только история да имя Герострата все помнят толку то в этом может быть у Сталина был план как Герострат остаться в в истории помнят две категории людей помнят строителей и помнят величайших преступлений он построил там еще чего то выиграл войну Сталин провел индустриализацию значит товарищи принял Сахой оставил с атомной бомбой все хватит Серега хватит шутки кончились значит всем которые пишут вот это дерьмо но я хочу сказать ребята нам с вами не по дороге мы с вами враги потому что вы помните о стройках а я помню об убитых вот такая между нами разница понимаете вам до задницы эти стройки понимаете вы пишете о дни прогрессе которые находятся в другой строге вам наплевать на этот дни прогресса а мне не наплевать на убитых понимаете телефон 363 3659 пожалуйста звоните алло добрый вечер алло здравствуйте 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 радио только прикрутите как-нибудь и пожалуйста ваш вопрос как вас зовут зовут а я в эфире ну естественно да уже зовут меня Владимир я из Зенинграда из Петербурга так и я хочу вас спросить вот Матвея в частности а стариков то вы уважаете которые воевали а они что воевали за Сталина что ли я спрашиваю вы да я уважаю стариков и что а если вы их уважаете то спросите их как они те кто воевали относятся к Сталину ну спрашивали и что и по разному и плохо они к нему относятся и вранье это что кричали за Сталина вранье это придуманное после войны вы че мне хотите сказать что они за Сталина что ли победу добыли все прекрасно знали вместе с ним не за что вместе с ним они эту победу добыли это нет хорошо и что то надо как то к ним прислушиваться я не буду к ним прислушиваться мне абсолютно все равно потому что на них лежит на них в том числе если исключить войну то именно на этих людях на их покорности понимаете на их равнодушии на их испуге лежит вина за миллионы убитых вы что хотите чтобы это было прощено кому то за что я их должен уважать я их уважаю за победу но за покорность людоеду я их презираю уважаете 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 ли людей которые воевали что вы связали со Сталином который волей судьбы оказался во главе государства который мало того что загнал в угол Советский Союз он спровоцировал эту войну я хочу вот ребята вы не понимаете что я с вами закончил играть вы сейчас действуете ровно так как вот эти адвокаты так называемые которые сидят на этом процессе я вам про убитых уничтожены стертых в лагерную пыль а вы мне о великих стройках и о том что дедушек о чем то надо спрашивать это вы хотите спрашиваете дедушек а я вас хочу спросить а кто спросит про этих убитых вам на них начихать мне нет вы знаете был такой дяденька маршал Петтен великий герой первой мировой войны но за его преступление во время второй мировой войны он был сослан навсегда на остров и причем сослан ночью пожилым девяностолетним стариком и он за это расплатился Сталин не расплатился ни за что ты понимаешь вот это меня потрясает это ветераны молодые люди не старые которых не было на войне которые вот сидят дома жрут котлету и им абсолютно наплевать на миллионы убитых как такое может быть и они когда мы об этом говорим они говорят о великие стройки о победе в войне ну это не просто идиотизм ребята вы вы просто не знаю значит это уже клиника понимаете всеобщая российская клиника я еще раз задаю конкретный вопрос вам не жалко убитых чего вы мне днепрогезом тычете а вот сукин сын дольф а если у меня родственник расстреливал чего же мне стесняться конечно тебе скотине нечего стесняться если такая же скотина как твой родственник я давно к нему приглядываюсь он наконец-то убрал одну звездочку и подписался собака нет наконец-то подписался еще раз я хочу чтобы вы поняли о чем сейчас идет разговор значит россия стоит на перепуте вот казалось бы все равно вы там хихоньки хахоньки про днепрогез про жидов про черножопых и так далее вот это вот вся ваша портянка на которой вы живете я хочу вам сказать что россия замечательная страна и ублюдки никогда ее не смогут утопить понимаете и ни в коем случае думать что ты будешь двигаться вперед и будешь как-то по-новому жить и будут какие-то дома высокие и будет какая-то работа и зарплата и ты будешь ездить на хорошей машине и как-то не будет ничего взрываться в этой стране и одновременно любить убийцу собственного народа вот понимаете вы должны понять что вы сдохните но когда вы подыхаете вы тащите за собой россию вот нормальные люди вам это сделать не позволят вы сдохните вместе с этим прахом да к сожалению имя Сталина будут помнить как имя Гитлера и так далее да история чего-то там она расставит какие-то точки понимаете но я расставляю точку на себя и откровенно вам ваши рожи это тем кто лижет вот эти кости понимаете сталинские я вам откровенно в ваши рожи говорю что вы подонки по одной простой причине вы лично мне ничего плохого не сделали но вам вы не люди потому что миллионы погибших это для вас ничего как и для Сталина поэтому Сталин живет вас внутри понимаете вот почему вы такие же чудовища как вы Матвей мне очень обидно за ветеранов потому что у нас понимаешь это как есть советский или русский значит сталинист значит великодержавник и так далее точно так же ветеранов если ветеран значит сталинист ты представляешь человек видит человека с орденами даже из тех немногих кто слава богу сейчас дожил смотри это они вот эти люди которые делают вы жалеете ветеранов дайте им спокойно почитать своего Сталина да кто вам к чертовой бабушке сказал что все они обожают Сталина смотри аня пишет да сколько этих людей аня пишет моя бабушка участница войны ненавидит Сталина понимаешь это же ветераны пусть кто-то его любит пусть не любит меня поражают не ветераны они меня поражают защитники я говорю о клевете на ветеранов я говорю о клевете на ветеранов они боятся начинать подходят к человеку и чтобы польстить пожилому человеку в орденах ветерану польстить они ему говорят вот а как при Сталине было да если бы он силы имел большинство их плюнуло бы в лицо такому льстецу как потому что они пережили гораздо больше вы что не знаете что представить вы что не знаете что он делал с ветеранами которые вернулись с войны не знаете как одноногих и калеченных отправляли в лагеря вы не люди понимаете у нас скоро передача об этом будет кстати о чем о том что они не люди они это знают передача будет о том о конкретной судьбе инвалидов послевоенных и что с ними было обязательно у нас большая Сережа проблема со страной только не с терроризмом и не с народным хозяйством и даже не с федеративностью государства у нас с народом проблема понимаешь у нас проблема вот с этим дерьмом который сидит в голове так вот здесь говорят нам здесь пишут а ну шискакан да поддерживаю пишите судитесь хватит танцев на костях наших отцов матерей и дедов так ребята я же предлагаю вам не быть созерцателями понимаете вот у нас интернет который я продолжаю называть пятой властью и считаю что пятая власть и интернет сейчас решает больше чем путин с медведевым ну про путина то мне не жалко а вот медведева жалко но думаю что он как бы делает сейчас такие шаги в общем которые для меня симпатичны как бы его там мои коллеги либералы не критиковали вопрос не в этом я хочу сказать что сделает один гонопольский ничего что один бунтман один венедиктов даже когда мы втопчем в так сказать в жуткое поражение с выплатой всех судебных издержек вот этих так называемых адвокатов и так далее да вот это вот дело все равно сейчас отвечая про адвокатов это защищать от чего они истцы они подали на нас в суд вот так значит я хочу сказать не хотите жить в этом дерьме сталинском в этих кровавых ошметках которые тащит с собой вот эти ничтожества понимаете размышляя о дни прогрессии понимаешь и попирая своих своих отцов матерей друзей которых уничтожили помогите Николай у вас интернет в руках вас миллионы огромная страна вот смотри чего вы отдаете ее сталинскому вот смотри свернутые мозги Николай вы не любите Сталина значит вы не любите Россию ту Россию которая воевала он в сортир это в сортир он из сортира это пишет и в сортире всю жизнь будет сидеть если конечно не шутит все шутки кончились называем вещи своими именами все понятно шутки кончились еще пять минут а еще пять минут у нас да конечно что ты сбегаешь давай звонки что ты сбегаешь так быстро нечего у нас еще время есть пожалуйста звонок алло добрый вечер здравствуйте здравствуйте как вас зовут это радиостанция эхо да да как вас зовут меня зовут Виктор да Виктор Виктор вот я сейчас слушаю вашу радиостанцию и вот скандал тут немножко был ваш товарищ гонопольский вы сейчас обращаетесь прямо к нему хватит здесь ерундой заниматься и иезуитствовать вы прекрасно знаете что вы в эфире вот так вот прекрасно знаете что вы в эфире из которого вы сейчас выйдете я знаю этого я не хочу ну да вот длинные подъезды потом да поехали дальше чего ты тебе надоело это а тебе надоело это тебя это прикалывает меня да что именно меня больше нет меня больше все эти скоты абсолютно даже понимаешь не оставляют никакой возможности спокойно к этому относиться 2010 год серёжа облизывание этого этой дряни серёжа не они определяют какая жизнь а мы я имею ввиду в том что мы говорим правду понимаешь в чем дело они врут и стебаются а мы говорим правду вот наше отличие они сидят дома и крутят пальцем номеронабиратель чтобы чего то тут сказать а мы говорим публикуем документы находим их и стараемся уничтожить эту это кровавое дерьмо давай еще звонок пусть гадости говорят сегодня такой праздничный день у меня чудесно да так это я уже отсоединил почему то алло добрый вечер алло здрасте почему алло алло добрый вечер добрый вечер как вас зовут откуда звоните нам добрый вечер это питер дмитрий да дмитрий господа я целиком вас поддерживаю я просто хочу напомнить 8 людям которые защищены сталина вот они говорят про непрогресс им надо сказать вот в эфире что вы знаете господа что тех кто строил дни прогресс магнитку всех товарищ сталин расстрелял чертовой матери вот повторяйте им это почаще и все ветераны которые действительно воевали на передовой кто выезжал кто дошел до берлина посчитайте новую газету там все это публикуется они кричали не за родину за Сталина а такую то мать кричали вот а все кто остался в живых защищают Сталина это подлецы проходимцы ребята из НКВД которые отчизывались в ТУ которые расстреливали честных людей нормальных вот вот и все спасибо все мы завершаем нашу эпопею эпопея продолжается 17 числа все одно слово да хватит главное не прямо это я обращаюсь к вот этим подонкам всем ребята сколько бы вы не примазывали Сталина к великой победе не удастся потому что победу в Великой Отечественной войне завоевал советский народ многонациональный советский народ и если бы усатого палача не было то может быть и второй фронт быстрее открылся бы и может быть эшелоны с зерном и с металлом туда не ходили и не было бы Мюнхена и не было потом расстрел военнопленных наших которые по ошибке отдавали отдавал запад и они шли прямо в лагеря не примазывайте усатого палача к великой победе к 65-летию к великому празднику подписываюсь Матвей Гонопольский Сергей Бунтман программа перехват сейчас радио детали о следующем части футбольников программа надоели усатого рябин будет в в в в Продолжение следует...